Даже малыши не путают, в какую сторону повернуть. Команды выполняются беспрекословно. Опытный взгляд ветерана Великой Отечественной войны, капитана первого ранга Анатолия Шилова, не упустит ни одной ошибки. Он подсказывает школьникам, как должен солдат вести себя в строю. Смотр открыли самые юные армейцы, первоклассники. Смирно! Направо! Первый класс готовился к конкурсу долго и старательно. Ребята оставались после уроков, разучивали строевые приемы. В команде ритм задавал Иван Скляров. Он еще учится в первом классе. Признается, мечта у него летчиком стать. А пока он разучивает строевые песни и подробно изучает особенности строевой подготовки. Мне больше всего запомнилось и понравилось, как мы замаршировали с песней. А в армию хочет по одной простой причине. Хочу, чтобы в нашей армии русской было больше солдатов. В строю важно все. Уровень физической подготовки, подтянутость и внимание. А военная строевая песня дает ритм шагу и задор. Все это воспитывает дух патриотизма в детях, вызывает в них желание стать героем своей страны. Каждый юноша является потенциальным защитником отечества. Конечно, уже с малых лет ему надо пребывать, чтобы у него были понятия, что такое строй, что такое дисциплина строя, как вести себя в строю. Лучше всех показали себя юные патриоты из шестого класса. Я думаю, что это должно проходить в каждых школах, потому что мы должны помнить про войну, что это очень опасно и такого не должно повториться. Шестой год подряд этот класс представляет свою гимназию на общегородском смотре строя и песни. Участие в нем примут 16 отрядов.